Добрый день, друзья! Добрый день! Сегодня мы будем с вами говорить об эмоциях, состояниях, чувствах и ощущениях. Если взять профессиональную психологию, то на эту тему мы можем очень часто столкнуться с тем, что психологи сваливают все в одну кучу. В одну, да. Они говорят о состояниях и тут же говорят о выплеске эмоций, эмоциональное состояние. Они говорят об ощущениях и заменяют их чувствами. А вообще, когда говорить начинают о чувствах, то они путают чувства, эмоции и состояния и сваливают все в одну кучу. Да, все в одну кучу. И кажется, что вот это весь фейерверк, вот этот вот, это то, о чем они говорят. И вы знаете, иногда слушаешь и слушаешь бред. Вот последний бред... Буквально, да, недавно слушали девушку. Да, там такой бред был на тему, что негативные эмоции, они нужны, потому что именно печалька. Печалька, да. Гнев, да. Да, гнев, да, да, да. Что из этих состояний только может быть сосредоточенность и бизнес развивается только вот в таких состояниях. Так она даже сказала фразу, конкретную фразу. На счастье бизнес не построишь. На радости денег не заработаешь. А, ну она и на счастье сказала. На радости и счастье денег не заработаешь. Это глубочайшее заблуждение. На самом деле деньги зарабатываются только на радости и на счастье. И если вы слушаете что-то другое, то... То вы в ловушке. Вы в ловушке. Вы в ловушке. Отсвечу. Более того, когда, если мы перейдем к ловушкам, то наверняка вы встречали такие убеждения, как вчера в магазине папа обучал сына. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Все дается в этой жизни только тяжелым трудом. И поехали. И я слушала так папу и думала, все, крылья ты ребенку обрезал. На стройку. А больше рассчитывать, что этот ребенок будет переживать осознание, озарение, двигать прогресс. Ему ребенку уже не интересно. Уже не интересно. Все тяжело, все трудно. Чтобы что-то добиться, это тяжело. Надо пройти через труд. Все. И сразу на него нагрузили вот этот вот груз эмоций, чувств, состояние. И сдавили под железобетонную плиту. Положили и ждем, что вырастет гений. Под плитами гений не вырастают. Так как все-таки различать? Как различать чувства, эмоции, ощущения и состояние? Давай поочередно, чтобы более-менее людей подвести, чтобы они начали думать. На самом деле глубоко мы сегодня дадим с проживаниями и с соответствующими практиками для того, чтобы это все научиться различать вечером на нашем погружении. На нашем практикуме это практикум. Он будет двухчасовым. Это будет вечером. Но он сохранится, кстати, в записи. И если у вас действительно будет стоять вопрос, да как же весь этот спектр разложить по полочкам и не путать, тогда добро пожаловать. Это будет в записи на платформе subryshin.com. Либо сегодня с нами вы можете это все прожить синхронно. Итак, если мы говорим об эмоциях, мы о чем говорим? Когда мы говорим об эмоциях, мы говорим о вспышках. В уделительной системе. Я не знала, как сказать. Но это так, на самом деле. Как тело выделяет пот, так наша психика выделяет эмоцию. А как выделяет тело наш пот? Автоматически. Это об этом же. И спектр эмоций бывает очень разный. Он бывает, можно назвать позитивным, можно назвать негативным. Но там может присутствовать злость, агрессия. Там может присутствовать вина, обида. Там может присутствовать всплески эйфорийной радости. Но это всплеск. И этот всплеск сопровождается. А. Потерей энергии. Б. Потерей осознанности. В. Формированием событийного ряда, который вы вообще не осознаете и не контролируете. То есть любая эмоция ведет к хаосу. Для аналога, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Коля, речь идет о выделительной системе. Грубо говоря, если вы покакали, то вот эта вот куча существует уже отдельно от вас. И она влияет на вас своим запахом. Где вы ее отложили, как вы ее отложили. Если вы ее отложили у начальника на столе, это один ход событий. Если вы ее отложили где-то в лесу под деревом, это другой ход событий. Если вы ее отложили в туалете и потом еще и убрали за собой, смыли. Это уже третий. Это уже третий ход событий. Но это выделенная часть, которая влияет на прямое формирование событий в вашей жизни. Поэтому, когда мы говорим об эмоциях, можете себе вот такой мальчок поставить, галочку. Эмоции можно сравнивать с какахой, с потом, с мочой, с чем угодно. Вот как вам удобно, что вы выделили, с тем и сравните. Я бы даже, да, именно, я опять-таки вернусь к тому, что к автоматизму. И можно именно эмоции сравнить с автоматизмом. Вы не можете не пописать, вы не можете не потеть. Там, где не надо думать, там, где не надо разум. Разум отключает. Это автоматическое высвобождение психики от накопившегося груза. То есть это выделительная система в психике. Это эмоции, это понятно. Когда мы говорим об ощущениях, о чем мы говорим? Ощущения, это о чем? Да, да. Это наша тактильная часть. Это наш тактильный канал. И мы ощущаем мир кожей. И так как покрытие наше кожное большое, то спектр ощущений у нас очень разный. У нас одномоментный. Мы можем чувствовать носки и брюки. Холод, тепло. Все это и есть. Это целый спектр ощущений, которые для того, чтобы мозг его отработал сразу, а он обрабатывает достаточно большой объем информации, нагружается большим объемом информации, то очень удобно. Вы же можете сконцентрировать внимание только на носках, или на штанах, или на кофте. На том, что потеете вы, не потеете. У вас идет сосредоточение внимания на чем-то конкретном. Но при этом работает вся система ощущений в теле. И получается, что человек пытается это приписать чувствам, которых он точно так же не чувствует и не распознает. Но ощущения – это то, что у нас связано с нашим моментом соприкосновения нашего физического тела с внешней объективной реальностью. Той реальностью, где соприкасаются, грубо говоря, внутренний мир человека и внешний мир, который уже создан психикой человека. Это если мы говорим про ощущения. Если мы говорим про чувства, о чем мы будем говорить? Как мы чувствуем? Вот на самом деле инфодайвинг – это полностью построение на чувствах. Чувства всегда соединены с разумом. Всегда. Чувств без разума не бывает. Но когда мы не различаем чувства в отдельности и мы сваливаем, добавляем к ним ощущения и эмоции, то получается, мы как бы захламляем информацию, идущую от разума. И тогда, когда мы говорим о чувствах, по сути дела, люди, говоря об интуиции и о взятии информации через интуицию, говорят о взятии информации через чувства. И даже чувства называют шестым каналом восприятия человека. Шестым. Потому что пять – это зрение, слух, вкус, запах и тактильные ощущения. Смотрите. Вот это пять каналов внешнего восприятия. Восприятие внешнего мира, наружного мира. А интуицию предписывают как шестое чувство. Ребята, вот эти каналы – это не чувства. Ребята, это каналы восприятия наружного мира. Но если мы говорим о чувствах, информация через наши каналы восприятия поступает в мозг, обрабатывается там, подключается разум. И разум выдает чувства. И мы чувствуем, не ощущаем, не нюхаем, не лижем, а чувствуем. Именно наши чувства находятся, и чувствительность наша находится в области вилочковой железы. Все сигналы проходят в этой зоне. И потом идет распределение внутри по телу. То есть чувства сокрыты в нашем внутреннем мире, и они связаны с разумом. И научиться различать чувства, на самом деле, это большая задача. Потому что 99% людей, с кем мы работали на консультациях, имеют либо крайне пониженную чувствительность, либо ее полное отсутствие. Отсутствие, да. Это если мы говорим про чувства, и тогда нашим главным индикатором будет наша вилочковая железа и наш внутренний мир. Более того, чувства всегда связаны с разумом. Всегда. А разум у 99% человечества отключен, потому что люди используют мозг, как говорит наша наука, на 5%, потому что 95% идет автоматизм. Автоматический человек до 30 лет чему-то научается, и потом он просто живет на автомате. Для подтверждения моих слов приведу пример. Вот, например, возьмем мужчину. Он рос в семье. В этой семье, например, не было стиральной машины. И было нормально, если мать стирала руками. И это было правильно, да. И мать приучила его, например, мыть посуду и ставить чашку всегда. Мыть за собой всегда ставить возле раковины. А еще она сказала, что хорошо полы помыть можно только руками, только на карачках. Просто она всегда так делала. Вот, смотрите, мужчина рос в этих условиях. Он старается подобрать себе и спутницу жизни, которая бы соответствовала этим условиям. И если ему повезло, то они вместе считают нормальной вот эту позицию. Не пользуются стиральными машинами, моют полы только руками. И чашки моют руками и ставят сбоку от раковины. И это в этой семье нормально. И они проживают так всю жизнь, и ничего не меняется. То есть информация скопирована от родителей, не изменена. Информация не меняется, если до 30 лет у человека не были внесены внешним какие-то изменения. Он не скопировал другую информацию. Но могло так случиться, что вот мужчина, времена меняются, его помещаешь в условия, там он разбогател, например. И он попадает в условия, где он приезжает жить и работать за границу, и там есть посудомоечная машина, там есть стиральная машина, и там есть консьержка-уборщица, которая приходит убирать его квартиру. Как вы думаете, будет ли пользоваться этим всем наш мужчина? Нет, господа. Он не будет. И у него до старости будет привычка, он будет ходить, мыть с собой по одной тарелке, ставить туда, куда приучила мать. Он не будет пользоваться стиральной машиной, он будет оправдывать себя, что я не умею это делать. И когда будет приходить уборщица, он будет чувствовать от этого неловкость, максимум, что он сможет себя подавить и убегать из дома на период, пока она убирает. Ну, как компенсация. Но все остальное останется невидоизмененным. Если кто-то себя узнал на этом деле, а я думаю, знает много мужчин, потому что, особенно тем, кому сейчас за 60, и кто переживал вот такие трансформационные преобразования в себе, это мы взяли только бытовуху. А таких моментов, на самом деле, вот так в жизни человека, но точно так же человек будет проявляться в бизнесе и во всем остальном. Итак, у нас есть период, когда человек может видоизмениться, может развиться. Это период до 30 лет. И все, замечу, озарение и осознание, все гениальные открытия сделаны в этот промежуток времени. Потому что после 30 человек может меняться только осознанно. А для того, чтобы меняться осознанно, надо включить чувства. А если чувств не было, если они не были сформированы, то это очень сложно. И тогда что помогает? С одной стороны, интерес, с другой стороны, дикая боль. Именно для этого в психике предусмотрен болевой механизм, который заставляет через боль, через боль оживить вилочковую железу, оживить весь аппарат чувствования изнутри через боль. Боль перекрывает все полностью, и через боль у человека идет как попытка включить чувства. Автомат уже начинает, то есть у него есть возможность включить чувства, выключить автоматические программы. И если человек этой возможностью не пользуется, то, как правило, автомат перегорает, и это заканчивается, например, тяжелым заболеванием, ранним ходом из жизни. Все, выгорел. Выгорел, потому что не включился. То есть психика помогала, не смог. Перезагрузка, и до 30 лет в новых условиях будешь пытаться видоизмениться. Когда мы говорим о состояниях, о чем мы говорим? Мы говорим о состоянии внутреннего мира. В этом мире есть гармония или нет гармонии? Этот внутренний мир соответствует... Как это сказать? Другим мирам, более широким мирам. Сознание едино. Соответствует ли оно, этот внутренний мир, этому единому сознанию? Может ли он быть сонастроен и играть единую симфонию музыкальную в этом огромном пространстве, где и другие миры точно так же звучат? Это состояние, состояние звучания, состояние сонастройки с единым разумом и с единым сознанием. Ну, с единым оркестром. С единым оркестром. Вот это состояние. Причем в этом состоянии уже очень хорошо говорить. Это может быть звучание от ноты до, ре, мифа и дальше. И это может быть не одна акта. У каждого свое звучание, свои состояния. Есть состояние, к которому мы привыкли, а есть состояние, которое нам дисгармоничное. И когда мы говорим состояние, нам хочется добавить сразу состояние сознания. Потому что наш внутренний мир может быть очень маленький, дискокожный звучать, так как колокольный звон. По парадоксу, наоборот, сжатый, а низы. А если мы действительно огромны, если мы действительно безграничны, то мы будем иметь очень высокую частоту звучания, очень высокую ноту, потому что мы безграничны. А наоборот, получается, самый большой колокол ниже всего звучит. Если мы на материю переложим этот парадокс. Везде переотражение. Но мы говорим уже о состояниях сознания и о возможностях звучания с единым сознанием в одном оркестре. Вот это состояние. И они тоже различаются каким-то образом. Вот каким образом? Для каждого из вот этих моментов проговоренных есть своя психотехническая база. И я, например, глубоко убеждена, что если человек имеет диплом психолога, он не имеет права путать вот эти четыре вещи. Он не имеет права смешивать в одну кучу эмоций, чувства, состояния и ощущения. Мы говорим совсем о разных вещах. И научившись их различать, только научившись их различать, вы сможете внутри у себя различать очень-очень тонкую информационную настройку. Первый момент информационный – это куда направлен ваш интерес изнутри. И тогда у вас не будет дурацких вопросов, в чем мое предназначение. И кто вам это предназначение назначил. Но это глупый вопрос априори, если вы вот этими вещами владеете. И второй момент – вы будете четко осознавать, куда направлено ваше внимание. И когда мы наше внимание связываем с нашим физическим зрением и с внешней реальностью – это одна тема. Но наше внимание может быть направлено внутрь. И если вы думаете, что это одно направление, один луч, когда человек говорит «лучь внимания», так вот нет, это целый калейдоскоп вниманий. И только один лучик из них является создающим. Как научиться различать? Вот все это мы стараемся дать, когда мы обучаем людей инфодайвингом. Потому что в инфодайвинге – это просто. Это настолько просто, что мы так работаем. Это естественно. Мы так живем. Мы так работаем. И тогда не возникает вопросов у нас, откуда мы это знаем. Ну, само собой разумеется, что настроившись на человека, ты знаешь, это, это и это. Это просто как белое и черное, как день и ночь. Это просто есть. Да? У тебя сомнений нет. У тебя нет сомнений. И так раз, и хочется сразу, смотрите, вот прочувствуйте вот этот момент, такой, как точка. И хочется развернуться и пойти внутрь себя, для того, чтобы это прожить и прочувствовать. Для того, чтобы вернуться к себе настоящему, искреннему. Потому что есть шанс звучать гармонично с симфонией, мелодией, с единым я, и тогда нет авторитетов. Тогда нет. Ты главная скрипка, а ты не главная. Да, этого нет. Нет, мы все важные для оркестра. Это баланс. Это баланс. Это баланс. И это о внутренней гармонии. И тогда в жизни не будет таких моментов, что вот этот человек для меня важен, этот не важен. Вот эта ситуация для меня важна, это не важна. Тогда, когда гармония, то это все важно и все не важно одновременно. Оно будет просто в одном рисунке, в красивом рисунке сочетается, сплетается и все. И тогда знаешь, в чем самая большая сложность? Создание того, что ты хочешь прожить. Потому что на самом деле, если вот, ну опять-таки, те, кто с нами проходил курсы из глубины, особенно последние по здоровью, был момент, когда просто тупик. Ну вот есть 10 хочу, которые я могу заложить в создание. А уже если заложить их 100, то 90 надо сидеть и очень сильно напрягаться, чтобы придумать. А хочу, кто не хватает? Нас не учат, не обучают создавать, а обучают повторять. Я опять-таки, как раз, вот буквально сегодня дочка моя прислала со школы задание по русской литературе, по войне и мир. И я читаю, что задано. Там, как Андрей сказал там кому-то, да. То есть, понимаешь, там вопросы, на которые настолько неинтересно отвечать и настолько, какая мне разница, что он. То есть, не учат ничему абсолютно, а просто вот выучить и повторить, продублировать. А вот этой вот звенящего интереса там нет, там есть тухлость. Вот именно такая тухлость, которая, знаете, как когда ты сидишь где-то в чулане в каком-то и там все в паутинах и тебе надо там быть по каким-то причинам. И запах, вот мне вот это все напоминает вот именно затклого помещения. Естественно, у детей не будет интереса. Какое создание? Не обучают этом. Обучают повторить. Какого цвета стены сказать? А на самом деле, если мы возьмем копирование, да, вот дети берут информацию копированием. Взрослые берут информацию и наши тела берут информацию через подстройку, опять-таки, через копирование, через подражание. А на самом деле в основе подражания что лежит? Конкуренция и зависть, ребята. Конкуренция и зависть. И вот смотрите, какие вообще изумительные вещи на конкуренции, перевертышики, какие рождаются. Ну ладно, когда муж-жена начинают конкурировать, да, и это приводит к ссорам, скандалам и так далее. Но если мы возьмем те же самые бизнес-процессы, смотрите, что на конкуренции люди вытворяют. Но мало того, что раздоры в коллективе, да, но если коллектив уже большой, застарелый и так далее, то это даже отбор на работу уже людей, которые способны испытывать озарение, осознание. Много ли людей, вот посмотрите вокруг себя, которые пришли горящие, изменить что-то, внести новое в фирму. Их уволят. Их уволят очень быстро. Что ты тут барахтаешься? Не возьмут на работу. Что ты тут выпендриваешься? Что ты тут выпендриваешься? Потому что уже все, здесь застоялое болото, здесь квакают лягушки. Здесь надо робот и автоматы. Здесь надо автоматически сидеть и не думать головой. А вместо такого человека тогда конкурсный отбор пройдет кто? тупенький, спокойненький, зашаренный, который не выпендриваешься. Выполняющий А плюс А, выполняющий эту бумажку сюда положить. Вот так. И тогда мы будем говорить о развитии фирмы или о деградации. О развитии общества или о деградации. Вот оно. Вот оно. Как программы конкуренции и зависти. Конкуренция никогда не приводит к развитию. Конкуренция приводит к деградации. И зависть приводит к деградации. И таким образом получается, что передача информации через наблюдение и через копирование, опять-таки, наблюдение – это просто провал. Провал никуда, в пустоту. Она не конструктивна. Конструктивна только создание. А создание – это значит научиться, приучить себя. Видишь, и сразу делаешь так, как тебе надо. Видишь, и пересоздаешь. А это, на самом деле, очень большой процесс тренировок, потому что мы не приучены. Нас с детства не то, что не приучили. Нам отрубили ручки и ножки, говоря, Бог вон там, на солнышке, его здесь нету. Ты никто, и звать тебя никак. И ты не можешь создавать. И следующего дня у тебя нету. Ничего нету. И таким образом человек тупеет и деградирует. И таким образом еще вот этот полет на ресурсе, на энергии до 30 лет может вкачать какую-то гениальную идею, которая потом будет в обществе продвинута. А общество двигает только гений. 20% человечества открывает то, что потом проживают и живут в 80. И тогда подумаем, почему так происходит. А потому что вынесены авторитеты. Я не я, а авторитет там. И тогда выгодно все в процессе вот этого сужения и деградации свалить в одну кучу. Хочешь себе состояние, хочешь. И, кстати, когда еще вот сегодня смотрела, человек рассказывает про эмоцию, как через эмоцию можно прийти и развить какие-то бизнес-направления вот через то, что ты там сконцентрируешь внимание в печальке. И вот до тебя тогда дойдет, что вот это будет лучше, что ты хуже, через такую какаху, какаху, какаху. Я смотрела и думала, вот слушай, вот просто наложи образ, вот сядь над кучей и попробуй из нее создать снова салат. Ты создашь из нее салат? Не создашь. Так почему ты думаешь, что из эмоций ты можешь создать какое-то озарение? Это и в принципе разные вещи. Это невозможно. Эмоция – это пустота. Но можно и так сказать, это просто пфф и ничто. То есть выключенная программа ума даже. Это просто выключенная даже программа ума. Не будем говорить про разум. То есть это пфф, пустота. Поэтому если вам все-таки вы интересны сами себе, если вы себе интересны, если вам интересна ваша психика, если вам интересны ваши психические способности, то первый шаг в себя всегда, всегда первый шаг начинается с того, что вы учитесь различать эмоции, ощущения, чувства и состояния. Это должно быть как отче наш. Это должно быть нормой. И вы увидите, как изменится ваша жизнь уже только при том, что вы осознанно сможете уделять внимание тому, что вы чувствуете и в каком состоянии сознания вы находитесь. И всё. И тогда жизнь заиграет другими красками. Да даже просто просмотрев этот ролик и даже просто умом поняв, уже вы заметите перемены в своей жизни. Вот как-то так. Наверное, у Камина мы запишем более длительные подкасты, а сегодня нам надо просто работать, потому что совсем скоро у нас стрим, 18 часов. Опять-таки, режим вопрос-ответ. Мы ответим на ваши вопросы. Приоритетное внимание вопросам за донаты. И тогда дальше мы выбираем уже сами вопрос, который нам интересен. На Ютубе, на канале Натальи Зайцевой будут вопросы и ответы. И потом на платформе subrition.com Заходите, подключайтесь к нашему погружению. Ребята из России, мы специально не меняем цены на погружение. Вы знаете нашу практику, они у нас дорожают после того, как они прошли. Мы специально ждём 29 марта. Обещают, что карта Амир будет подключена к платёжной системе BePaid. И вы сможете тогда купить и наши курсы, и наши погружения, которые прошли за это время. И просто пройти их самостоятельно в записи. Таким образом мы сохраняем, делаем возможным ваше участие тоже в семинарах и тренингах на период, пока на правительственном уровне не согласованы вот эти вопросы о том, что россияне смогут платить за пределы России. Потому что платежи со всех остальных стран, включая Украину, Беларусь и принимаются. Потому что мы видим, что люди проплачивают, а не проходят. Отбиваются, не пропускают конкретно. Россия не выпускает ваши платежи. Ребят, поэтому вы ничего не потеряете, вы просто сможете подключиться 29-30 числа. Возможно и раньше. Может быть и раньше договорятся. Сейчас все очень быстро меняется. Возможно Россия пойдет навстречу своим гражданам и позволит им платить, сделает карту МИР международной. Итак, до встречи вечером. До встречи.